Сегодня поговорим о правописании окончаний прилагательных. Правописание гласной в окончании прилагательного будет зависеть от того вопроса, на который отвечает данная прилагательная. Помните, что в окончаниях могут чередоваться гласные «о-е», «и-ы», «а-я», «у-ю». Посмотрим на примеры. «Море какое» – окончание в вопросе «о-е», значит, в прилагательном будет такое же окончание, как в слове «грозное», либо окончание «е-е», как в слове «синее». «Волны какие» – окончание в вопросе «и-е», значит, «синие», окончание в прилагательном будет такое же, либо громадное – окончание «ы-е» в этом слове. Лента какая? Окончание в вопросе «а-я», поэтому окончание в прилагательном будет такое же, как в слове «яркая», либо окончание будет «я-я», как в слове «синя-я». Отличайте прилагательное мужского и среднего рода единственного числа в форме творительного и предложенного падежа. Над синим морем. Морем каким? Окончание в вопросе «им» значит «си-ним». Это форма творительного падежа. В синем море. В море каком? Окончание в вопросе «ом» значит в окончании прилагательного должны будем писать букву «е». В синем. Это форма предложенного падежа. Также отличайте прилагательное женского рода единственного числа в форме винительного и творительного падежа. В плиту синюю ленту. Ленту как «у-ю». Окончание в вопросе «у-ю». У нас может чередоваться «у» с «ю», поэтому «си-ню-ю». Окончание будет две буквы «ю». Это форма винительного падежа. Украшу синей лентой. Лентой «какой»? Окончание в вопросе «ой». «О» может чередоваться с гласной «е», поэтому украшу синей лентой. Это форма творительного падежа. И помните, что у прилагательных мужского рода единственного числа именительного падежа, то есть стоящих в начальной форме, могут быть разные окончания. Окончание «ой», «и», «ы». Несмотря на то, что эти прилагательные в данной форме будут отвечать на вопрос «какой». «Шар большой» – окончание «ой», «шар какой» – легкий – окончание «и», «шар какой» – красный – окончание «ы».